Так, а куда я вам сброшу? А, сейчас я вам сброшу на почту по СМС. Можно я сброшу? Сейчас я по СМС вам быстренько сброшу. Все, начинаем сейчас уже. Ура! Всем привет! Так, что-то меня так плохо видно. Вот так получше, по-моему. Ну что, вы слышите меня? Видите? Напишите плюсики, если слышно-видно. Ура! 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 Какое счастье вообще! Очень-очень я рада вас читать. Была бы рада, конечно, ещё увидеть больше. Но рада, что хоть мы в таком контакте. Вот, и я была... А вы меня слышите так или нет? Я лучше наушники надену. Напишите, классно слышно или не очень? Классно, да? Отлично. Всё, хорошо. Супер! Супер! Ой, спасибо, девчонки, что вы вообще сегодня нашли время в пятницу вечером присоединиться и послушать вебинар. Потому что у нас будет вообще большая группа, и у нас где-то человек 25. Вот. Но я понимаю, что пятница вечер – это такое время, что хочется что-то другое поделать, а не вебинар послушать. Вообще, напишите, как у вас дела. У нас тут такая замечательная погода сегодня, и я вот могу показать даже солнышко немножко. Потому что я так... Вот, видите, такая вообще классная погода, что очень-очень редко бывает. Да, Ксюша. У нас сейчас принимают... Класс! Вообще, молодцы! У нас в этом году в курсе принимают участие девочки тоже из Амстердама, вот. И я очень-очень этому рада, что нас становится больше. О, какое счастье! Да, отлично. А плюс 20 – это где вообще? Это в Киеве? Вот. Ну, хорошо. Теперь к делу. Я вообще в этом году в Киеве. Отлично. Вообще, я так рада, потому что недавно переписывала с девчонками, и в Киеве ещё не было солнышко, и мне так хотелось, чтобы уже и в Киеве было солнышко, чтобы уже, ну, можно было наполняться чуть-чуть энергией весны, вот. И как раз отличный старт сегодня для нашего курса, и нам природа в помощь, вот. И я немножко расскажу о курсе, потому что в этом году у нас будут новые участницы, вот. Вот, поэтому веду в курс событий. Значит, в прошлом году мы провели, ну, в прошлом, за прошлом мы проводили курс женское здоровье и весеннее очищение, в котором, в рамках которого мы занимаемся йогой каждый день, там, по 15 кто-то больше минут, и соблюдаем определённую диету. И в этом году, ну, поскольку условия такие, что мне, как бы, казалось, что мне будет сложно провести, и я не собиралась проводить, и тут мне девчонки начали писать, что вот, мы хотим курс, и я поняла, как мне этой тоже хочется, что как мне этого не хватает, вот. И я решила его провести, там, во что бы то ни стало, и у меня просто нашлось время, нашлись силы вообще на это, и я настолько счастлива, я не понимала, как мне само это нужно, поэтому большая благодарность вам, что вы решили присоединиться, вот. И для тех, кто с нами пройдёт там все следующие три недели, я буду очень рада, если это будет всех, кто сегодня прослушает этот вебинар, но этот вебинар, я думаю, будет полезен даже для тех, кто не пойдёт дальше, вот. Вот, потому что сейчас весна, и самое классное время для очищения, для каких-то новых идей, задач, реализации. Вы знаете, женщина, она же как природа, я думаю, что вы это очень чувствуете, и как и цветы распускаются с весной, так и женщина, её энергия просыпается с весной, и поэтому лучшее время, чтобы что-то начинать делать, это весна. Я знаю, что многие знают Евгению Адамову, которая мой тренер по женским практикам, и подруга, и вообще просто замечательная женщина, и я когда к ней пришла в начале января, два года назад, и сказала, что хочу вот присоединиться к её курсу, она сказала, что в январе ничего не получится, что надо ждать весны, потому что все цветы распускаются весной, так и женщина тоже. Вот, и я, значит, читала анкеты, тех, кто уже заполнил, мне так было интересно, потому что, как всегда, цели у всех похожие, вот, и путь к достижению их тоже будет у нас с вами похожи. И скажите мне, пожалуйста, кто заполнил анкету, кто нет, просто напишите плюс-минус, вот, и... И, окей, хорошо, хорошо. Значит, если вы не заполнили, я сброшу ссылочку ещё раз в следующем письме, если вам это нужно будет, и мы тогда продолжим. Вот, значит, теперь по поводу того, о чём мы будем сегодня говорить с вами, темы нашего вебинара. Значит, цели, позитивный настрой, здоровый образ жизни, здоровое питание, очищение организма, физические упражнения и расслабление. То есть, в принципе, это то, чем мы будем заниматься в следующих три недели. Вот, но, конечно, за этот год, то есть, у нас есть записанный фильм, как итог прошлогоднего курса. Кто не смотрел, это очень-очень интересно, очень рекомендую посмотреть. И, конечно, за этот год я очень многое пересмотрела, особенно, знаете, с изменением места жительства, конечно, совершенно у меня другой взгляд теперь на вещи, и я с вами им сегодня поделюсь. Я уверена, что у вас тоже много открытий было, и многие девочки мне тоже писали, знаете, мне было очень приятно, когда вы пишете, там, присылаете книги какие-то. Я сама их тоже читаю, потому что здесь пока что у меня нету таких, много таких друзей, как вот было в Киеве, с которыми я могла вот чем-то поделиться, поучиться, вот. Вот, и, конечно, я буду тоже делиться тем, что узнала за этот год, и буду очень рада, если вы тоже будете делиться, потому что мы с вами все вместе учимся, ну, мы за этим сюда и пришли, в общем, чтобы друг у друга учиться. Вот, и, значит, пока я начну, значит, сами эти темы озвучивать, я хочу вас немножко вдохновить. Значит, некоторые вдохновлялки, конечно, уже будут из прошлого года, вот, но они всегда мне напоминают о том, что надо быть в первую очередь счастливой. Вам видно картинки? Хорошо? Всё нормально? Можете читать? Я просто не совсем понимаю, какой у вас экран? Да, всё, хорошо, отлично. Тогда, значит, так, красивая женщина – это счастливая женщина. Вот, и просто вот несколько вдохновляющих меня факторов. Девушка, которая собиралась с нами участвовать, сказала эту фразу, она меня тоже очень вдохновила. И вот эту фразу я слышала в разных интерпретациях от разных людей, и, действительно, если мы весь свой потенциал не реализуем, мы чувствуем себя несчастливой. И несколько раз уже многие мои учителя говорят, что это грех, если человек приходит сюда и не даёт миру то, что он может дать. А женщина столько может дать, потому что она находится всегда на связи с Вселенной, вот как на этой картинке. Вот, поэтому я надеюсь, что у вас есть достаточно мотивации. И сейчас хочу у вас спросить, хотели ли бы вы сейчас поделиться какими-то своими целями? Вот, что для вас интересно в этом курсе, чтобы, возможно, я могла акцентировать внимание на чём-то конкретном. Сегодня, поскольку у нас не так много участников, участниц, у вас бонус. То есть мы можем конкретно поговорить о чём-то касательно наших личных задач. Вот, поэтому напишите, если нет, то тогда просто поставьте минус. Так, наверное, вы там кто-то готовит чай, кто-то готовит ужин супругу, кто-то идёт где-то, наверное, слушает. Ну, окей, тогда... Хорошо, ничего такого конкретного. Тогда я буду продолжать относительно нашей программы. Да, я поняла, дочка, да, это отдельное дело. Очень-очень важное, самое важное, можно сказать. Вот, поэтому, да, я продолжаю тогда. Хорошо. Самое главное, что нам нужно как женщинам помнить, это получать удовольствие от процесса, что бы мы ни делали. Занимались личными делами, готовили ужин мужу или проходили какой-то курс. Самое главное, чтобы вы получали удовольствие от того, что делаете. Поэтому давайте договоримся, что мы всегда будем создавать условия, в которых будем получать удовольствие от того, что делаем. То есть, если вы не захотите заниматься йогой, обязательно не занимайтесь. Потому что женщина, если она чего-то не хочет делать, она-то теряет энергию. О, отлично, отлично. Я получаю какие-то подходящие, наводящие меня ответы. Хорошо, идём дальше. Значит, так. И, да, позитивный настрой самое главное. То есть, в рамках нашего курса есть группа ВКонтакте. Значит, почти все уже участницы зарегистрированы в этой группе. И там у нас, конечно, очень много там уже позитивной информации. Но самое главное, чтобы вы помнили, что первое – это получать удовольствие, второе – это позитивный настрой. И вот когда, знаете, мы достигаем своих целей с поддержкой чьей-то, это значительно, ну, делает процесс таким более приносящим удовольствие, что ли. То есть, мы понимаем более лёгким. Мы понимаем, что мы не одни, что у нас есть такая поддержка, что у всех женщин похожие проблемы, что на самом деле, ну, как бы вы прикладываете усилия, и у нас есть такая склонность, как бы немножко себя корить, недолюбливать, говорить, что я вот там не такая, как-то что-то не там съела, там где-то что-то лишнее. На самом деле, первое, с чего надо начинать – это любовь к себе. И здесь я, в Амстердаме имею в виду, я это поняла ещё лучше, чем раньше, потому что здесь люди, они как-то проще относятся к себе. То есть, у нас всё-таки такой более экстремальный подход к самосовершенствованию, и любовь к себе – это всё-таки самое-самое главное. То есть, никакого самонасилия не должно быть. Я думаю, что в женском курсе особенно это самое главное правило. Вот, и значит, да, конечно, счастливыми и любимыми, обязательно. И значит, я вот прочитала ваши цели, и хочу немножечко напомнить для тех, кто ещё не знаком с такой техникой, как колесо жизни, как правильно выбирать цели. Если вы его давно не делали, обязательно рекомендую сделать. Я уже делаю в течение двух лет его или даже больше. Вот, то есть, вы представляете, что ваша жизнь – это такой вот вкусный пирог. Вы делите его на 8 частей. Каждая часть, каждая часть отвечает за какую-то сферу жизни. Вот вы видите на картинке. Это может быть здоровье, личные отношения, финансы, хобби, любовь, семья, ну и так далее. Значит, вам необходимо оценить каждую сферу. То есть, например, вы сегодня можете быть довольны своим здоровьем на 60%, а финансами на, например, 80%, а отдыхом на 3%. Вот, и тогда получается, что колесо вашей жизни, оно такое всё, неровное. А на самом деле наша жизнь гармонична, когда мы реализуемся в каждой сфере одинаково. Пусть везде, например, на 5%, но мы котимся ровно. Тогда мы чувствуем себя гармонично и развиваемся гармонично. Поэтому первое, что надо, это адекватно посмотреть на свою жизнь. И когда вы увидите, какие сферы требуют вашего внимания, вы пишете, например, там, я хочу чуть-чуть повысить здоровье, то есть я не вкладываю время в своё здоровье. Для того, чтобы это сделать, мне нужно, например, там, записаться на курс женской здоровья. Ну, то, что вы сделали, поэтому я очень-очень счастлива тоже. Например, изучить, там, английский язык. Например, там, найти новую работу. В общем, для того, чтобы это сделать, мне надо, там, купить газету с объявлениями. В общем, вы расписываете по шагам, что вам надо сделать. И выбираете на ближайшие 3 недели, вот у нас курс будет длиться 3 недели, выбираете 3 цели. 3 или 5 целей, в зависимости от глобальности, в зависимости от того, сколько эти цели требуют от вас усилий. Вы выбираете эти цели, и каждый день в группе ВКонтакте вы пишете отчёт. Ну, то есть отчёт, это, естественно, по вашему желанию, вы можете писать или не писать. Вот, но с отчётом я вам могу сказать, что работает всё значительно круче. Вот, и если вы публикуете свой отчёт, вы точно знаете, что вам надо его вечером опубликовать. И если вы съедите пирожок, то вам надо будет об этом написать, написать в группе. Поэтому это дополнительная мотивация, чтобы этого не сделать. То есть я хочу сказать, что, конечно, отчёт работает на ура. Вот, и когда вы поставите свои цели, вам каждый день надо будет писать, что вы сделали относительно каждой из этих целей. Если вы сомневаетесь в своих целях, просто сядьте и помечтайте, вспомните ваши заветные желания, вспомните ваши 100 заветных желаний. И вот, как на картинке, вы видите волшебницу, которая одним своим дыханием реализует их. Вспомните, что вы волшебница, которая может реализовать любое своё желание, любое. Мы просто об этом забыли. Ну, в общем, пирожки с удовольствием можно есть хоть каждый день, но главное, чтобы это удовольствие не откладывалось ни в каких других местах. Вот, поэтому раз в год, хотя бы раз в год, необходимо всё-таки прикладывать усилия. Вот, так что поехали дальше. Вот, и самое главное, что эти усилия прикладывать с удовольствием, поэтому это удовольствие надо формировать с самого утра. То есть, первое ваше задание – это вообще кругом написать свою аффирмацию. Например, вы хотите развить... Ну, аффирмации, они соответствуют вашим целям. То есть, например, вы хотите улучшить ваше здоровье. Тогда вы пишете там, можете картинку распечатать, но я обычно просто пишу, там, кладу под подушку, в кошелёк, на зеркале пишу, что я здорова, например, мне легко вставать в 6 утра. Вот, ну, в общем, всё, что вы хотите достичь, просто сформируйте в позитивном. Всё окей. Значит, сформируйте в позитивном формулировке. Вот, если вы сейчас, например, попробуйте что-то сформировать относительно ваших целей, напишите. То есть, например, если вы хотите похудеть, не надо говорить что-то, что там касается негатива, например, я там сбрасываю 5 килограмм. Лучше сказать, я выгляжу красиво, легко, чувствую себя прекрасно, мне нравится моё тело, и мой вес идеален. Вот, то есть, вот такого плана. Попробуйте сейчас, кто сейчас может что-то там написать и знает свои цели. Попробуйте сейчас, мне интересно, как вы напишите. Вот, мне будет, ну, как бы интересно посмотреть, поняли вы или нет. То есть, например, у меня, одна из моих целей, это освоить HTML, это язык компьютерный. И моя аффирмация будет, например, я... Да, отлично. Я нахожу время... У меня есть время для того, чтобы учиться, и мне легко даётся освоить HTML, например. Вот, но у каждого свои цели, поэтому лучше, чем более они конкретные, тем лучше. И вы, просыпаясь, повторяйте их там, пока чистите зубы, пока там делайте зарядку, вспоминайте их в течение дня. Вот, и если вы будете это делать... Да, отлично. Оля, в 5 утра, это, конечно, очень круто. Я себе уже перестала так ставить завышенные цели такие, вот. Я себе поставила 6.30, хотя это тоже рановато. Вот, но смотрите по своим, как бы, возможностям, потому что тело, оно тоже не железное, и если вы спите, например, всего 4 или 5 часов, то, возможно, вставать всё-таки в 5 утра может быть сложно. Вот, поэтому, или, например, там, сбросить 5 килограмм за 3 недели, это тоже может быть, там, слишком, как бы, требовательно к себе. Вот, поэтому я, конечно, буду очень-очень вас поддерживать и стараться, чтобы вы достигли того, что хотите. Даже у нас будет Машенька вести занятия по утрам, в 7 утра, занятия по йоге онлайн, поэтому у вас будет такая поддержка. Вот. Хорошо. В общем, ваше задание будет ещё написать афирмации сегодня, чтобы мы их 3 недели повторяли утром и вечером, и это вот самое... Отлично, Наташ, вообще супер! У меня, кстати, похожая, похожая сцель с тобой, мне тоже очень надо легко болтать на английском, поэтому будем стараться вместе. И, значит, что-что-что... В общем, если вы не будете делать ничего, а будете только повторять афирмации, это уже будет мега круто. Поэтому афирмации – это задание номер 2 после того, чтобы получать удовольствие и любить себя. Хорошо? Так, дальше идём. Все эти фоточки, задания я выложу ВКонтакте, поэтому они будут вам напоминать. Вот. Ну, а теперь уже мы приближаемся ближе к здоровью, ближе к понятию здоровья. И, значит, по данным организации здоровья, наше здоровье зависит от экологии и условий жизни на 20%. То есть, да, может быть такой загрязнённый воздух, мы можем жить в городе, в шуме, и, конечно, это сказывается на нашем здоровье. Конечно, то, какие у нас родители, тоже очень сказывается на здоровье. Какие у нас бабушки, дедушки чем болели. Но это всего лишь малая-малая доля. То есть, в основном, на наше здоровье влияет образ жизни. То есть, это 60%. Образ жизни – это… Следующий слайд. Это питание – 80%, здоровье, физическая нагрузка и отдых. Вот. Поэтому этим мы и будем заниматься в рамках нашего курса. Наверное, многие узнали себя на вот этой картинке. Мне кажется, каждая женщина делает такой выбор очень-очень часто, когда задаётся целью жить здоровым образом жизни. Вот. Но у нас как раз есть поддержка друг друга, чтобы выбирать то, что слева – морковку. Вот. В этот раз, в этот раз я о диете буду говорить очень мало. Потому что на самом деле всё очень просто. Я знаю, что в прошлом году у нас вебинар этот был 2,5 часа. Я рассказывала там об аюргической, макробиотической диете. Вот. Но сейчас как бы я всё упростила, потому что попробовала на себе. Просто вот то, что вы видите на экране – это здоровое, раздельное, сбалансированное питание. Сейчас я всё это озвучу. Если у вас будут какие-то вопросы, вы мне говорите, сразу пишите, и я на них отвечу сразу же. Значит, первое условие здорового питания, которое я рекомендую соблюдать, конечно же, это мой опыт. Но этот опыт базируется на 15 годах разных перепробованных диет, очищения и так далее. Вот. И я пришла к тому, что всё-таки самое простое, оно самое эффективное. И сейчас я расскажу, что это. Значит, первое – это раздельное питание. То есть воду мы пьём отдельно от еды, то есть за 20-30 минут до еды или через час-полтора после. Ну, то есть лучше, конечно, за 30 минут и через полтора часа, но если совсем не в моготу, то можно, конечно, за 20 и через час. Дальше. Когда мы кушаем, конечно, лучше не отвлекаться на телевизор, на книгу, на компьютер, на что угодно. Лучше всё-таки сосредоточиться на процессе еды, жевать, не говорить, когда вы жуёте. Лучше просто поговорить, а потом отдельно пожевать. Потому что я ещё раз, я уже говорила это в прошлом, позапрошлом году. Ну, напомню, что вкус мы получаем, когда жуём. И мы насыщаемся ведь не только текстурой еды, мы насыщаем не только там белками, протеинами, жирами своего тела. А мы получаем ещё эмоциональное удовольствие от еды. Женщины, как никто, это знают. И поэтому нам очень важно вот получать от еды кайф. Поэтому, когда вы кушаете, очень важно чувствовать, что вы едите, какой вкус у еды. И стараться жевать, конечно, там, как говорят, там, 30 раз. Но сколько уже получается, то есть сколько вы там получите, ну, почувствуете, что уже можно легко проглотить, тогда уже, наверное, достаточно. Дальше. Выпиваем около полтора литра чистой воды в день. То есть это может быть литр, это может быть два литра воды, но следим за тем, чтобы пить воду. Поверьте, что вода – это ещё то очищение. Если вы будете каждый день выпивать полтора литра, вы уже почувствуете себя значительно-значительно лучше. Потому что у вас будет и кровь более жидкая, и как бы она обновляться будет, все клеточки регенерироваться будут с помощью водички. Вот. Поэтому старайтесь следить за режимом питья воды, и в анкете будет такой пункт, сколько воды я сегодня выпила. Обычно считается 0,3 грамма на килограмм веса. Но плюс-минус это полтора литра. Это может быть литр двести, литр шестьсот. Вот. Ну, как бы ориентируйтесь вот так. Значит, и питаемся раздельно. То есть мы едим фрукты отдельно, едим белки отдельно от углеводов. Фрукты вообще отдельно от всей еды. Ну, это в общем так. Есть, конечно, таблицы раздельного питания, которые я опубликую у нас в группе. Но в общем и целом вот так. И дальше, что мы исключаем? Исключаем чёрный-зелёный чай, алкоголь, табак и кофе, молоко, твёрдые сыры. Твёрдые сыры это такие, которые больше 40% жирности. Ну, если вы хотите заморочиться и сделать всё по максимуму, тогда исключаем все молочные продукты. Дальше. Исключаем красное мясо, птицу только домашнюю или для тех, кто живёт в Амстердаме, это экологическую. Тут есть такие куры, которые как бы на вольном выпасе. То есть их не кормят гормонами. Вот поэтому они немножко по-другому усваиваются организмом. И, естественно, другое влияние на организм дают. Но если вы можете исключить и птицу, и мясо, то будет даже ещё лучше. Но тем более сейчас пост, как бы это должно быть вам сделать легко. Дальше. Исключаем быстрые углеводы. Это даже, я бы, наверное, сказала, ещё важнее, чем исключить мясо, потому что, конечно, быстрые углеводы, они влияют по типу, как влияет кофе. То есть они провоцируют выработку инсулина, инсулин провоцирует выработку адреналина, и у нас получается, знаете, как вы съедаете шоколадку, и такой, вау, но ненадолго, потом опять хочется. Короче, поэтому лучше исключить всё-таки быстрые углеводы, включая по возможности сухофрукты, мёд и сладкие фрукты. Ну, то есть вы знаете, что есть гликемический индекс продуктов, это значит, что фрукты бывают как бы с большим содержанием фруктозы, с меньшим содержанием фруктозы. То есть сладкие фрукты – это те, у которых гликемический индекс высокий, то есть содержание фруктозы очень высокое. Это там бананы, например, современные яблоки тоже, они кислые, но очень сладкие. Вот, арбуз, удыни, виноград, хурма. Вот, то есть кислых фруктов на самом деле не так много. Это киви, киви, грейпфрут, гранат, мандарины, апельсины, конечно же. Вот, ну, это тоже я выложу в табличке, то есть вы посмотрите. И я знаю, что это не так просто, если вы исключите все сладости, ещё и сладкие фрукты, но всё зависит от вашего намерения и цели. Конечно же, чем больше вы исключите, тем круче будет результат. Вот, поэтому я надеюсь, что у вас будет достаточно мотивации. Вот, и касательно кофе, зелёного, чёрного чая, это то же самое. Значит, в следующем вебинаре я немного больше поговорю про деятельность женских гормонов и как возбуждающие напитки, типа кофе, алкоголь, чай, влияют на гормоны. И я думаю, что это вас ещё больше мотивирует придерживаться диеты. Вот, и под поводу нода то же самое. То есть, в принципе, сладости, они очень сильно выбивают гормональную систему. И в зависимости от цели, то есть если нету каких-то гормональных сбоев, а гормональные сбои не могут проявляться там в прыщиках каких-то, в ПМС, например. Даже в том, что если мы, например, вечером не можем заснуть, а утром не можем проснуться, тогда у нас это означает, что гормональный сбой. Потому что, по идее, у нас должны утром включаться надпочечники, вырабатывать определённый гормон, который будет будить организм. Но если человек не может заснуть вечером, значит, у него надпочечники включаются вечером. И очень часто работа надпочечников может быть связана с работой печени, а печень не связана с работой поджелудочной железы, поэтому тут как бы надо осторожно. Если такого нет, то значит оставляем. Ням-ням. Дальше. По поводу молочных продуктов и мучных изделий. Значит, очень часто мы не знаем, что у нас может быть непереносимость молочных продуктов или каких-то компонентов там содержащихся, типа как там лактоза. Вот. И то же самое касается муки из пшеницы. То есть из пшеницы, из ржи и из овса. Там есть глютен, который тоже может организмом не очень усваиваться. Вот вы знаете, если развести муку, она получается создает такую клейкую жижу какую-то. И вот эта вот клейкая жижа, она там внутри все склеивает. То есть вы представляете, да, что происходит, когда там эта мука попадает в желудок. Она так... Ну, вы и сами знаете, что если съесть свежеиспеченную булочку, после этого становится иногда тяжело. Вот. И поэтому я рекомендую на три недели провести такой эксперимент, исключить мучные изделия. На самом деле их очень много. То есть мы даже не задумываемся, насколько много муки мы употребляем. То есть это и хлебушек, и макароны, и овсяные хлопья, и пшеничная каша, артек наша, знаете, да. Вот. И на самом деле тоже есть очень много заменителей пшеничной муки. Это гречневая мука, например. Это кукурузная мука. Это... Ну, я, конечно, здесь покупаю ещё рисовую муку, но в Украине я её не находила. И есть ещё в Украине такие продукты, которые, они в Сильпо продаются, например, хлопья без глютена. Я не знаю, как они их делают, вот, но они из пшеницы или из овса, я не помню, но они именно безглютеновые. Вот. Конечно, здесь эту тему очень продвигают в Амстердаме, и здесь уже, когда детки рождаются, им делают тест сразу на глютенопереносимость, ну, если родители как бы просят. Вот. И у где-то 80% людей существует там в той или иной степени эта глютенонепереносимость. Вот. Поэтому я рекомендую вам провести такой эксперимент, хотя вы можете не три недели, а хотя бы три дня. Вот, например, три дня вы не едите молочные продукты. Наблюдайте за собой, там, есть ли сопли, потому что молоко очень много слизи формирует, замедляет пищеварение и так далее. То есть, если вы себя чувствуете лучше без молочных продуктов, то, ну, как бы продолжайте без молочных продуктов. Если нет, тогда, ну, если вы чувствуете себя так же, тогда можете их оставить. То же самое сделайте с хлебом. Попробуйте три дня побыть без муки, вот, и потом снова съесть хлебушек, например, и посмотреть эффект. Вот. Значит, это мои рекомендации относительно того, что исключить. И если вы сделаете уже это, это будет просто очень-очень классное подспорье вашему организму. И, возможно, вам никаких чисток делать не надо будет. Вот реально, если вы вот на такой диете посидите хотя бы неделю, вы увидите очень-очень конкретные результаты. Не надо никаких там клизм ставить, ничего там, никаких слабительных пить. Вот. Реально организм заработает вообще по-другому. Вот. Но, если вы хотите чуть-чуть экстрима. Так, значит, я сначала вам скажу вот пример. Пример такой диеты. Например, вы просыпаетесь, кушаете там гречневую кашу, присыпаете чуть-чуть корицей, льняным шротом можно присыпать, и ложечка, и масло какого-то. Можно взять там ореховое масло, или тоже льняное, или даже оливковое, или... Ну, я в Украине покупала кунжутное. Какие еще есть? Амарантовое тоже продается, но оно такое чуть-чуть подороже. Вот. Ну, самое лучшее – это льняное. Хорошо еще конопляное, и очень классно будет тыквенных семечек. Вот. Они продаются везде. Я покупала на разлив, вот на рынках часто стоят такие бабушки с семечками, и они продают еще масла свежего от джима, то есть они значительно дешевле, чем в магазинах у них стоят, а по качеству, ну, как бы не лучше, они такие же где-то, но, как бы, вы можете выбрать. Тоже можете в Сильпо, хороший очень выбор, я помню масел, поэтому в Украине... Ну, здесь в Амстердаме очень... Это вообще не вопрос, тут очень много всяких экологических магазинов, поэтому выбор большой. Вот. Дальше. Значит, дневной перекус можно съесть там горсть орехов, яблочко какое-то, или грейпфрут тоже, потом можно съесть какой-то хлебец с тахиной или хумусом, ну, если можно обойтись яблочком, то лучше обойтись яблочком. Дальше. Днем обязательно должен быть какой-то белок, то есть вы обязательно должны следить, чтобы в вашем рационе были белки. Значит, это может быть рыбка какая-то, или если вы вегетарианите, это может быть чечевица, ну, что-то бобовое, и какие-то углеводы, и салатик. Вот. Значит, да, я сказала, что по закону раздельного питания белки и углеводы кушают отдельно. Вот. Но надо посмотреть, как вы это переносите. То есть если вы не чувствуете тяжести, и у вас это все быстро переваривается, тогда, в принципе, это можно, потому что, например, у тех, кто занимается в... ну, как бы мышцы качают в тренажерном зале, у них это наоборот, что только там каша и белок обязательно, какой-то там курица или рыбу они едят, но не жиры. Жиры они исключают с углеводами. Поэтому тут надо найти свой способ, как вам больше подойдет. И я опубликую несколько вариантов в ВКонтакте у нас. Вот. И белый рис, да, он как бы очень сильно такой слизевый, но он формирует в желудке такую оболочку, которая как бы способствует переварению. Поэтому, в принципе, лучше брать, конечно, не шлифованный рис. Он стоит не намного дороже, вот, но он как бы будет больше способствовать очищению организма. Так. Дневной перекус. Опять вы можете выпить стакан свежевыжатого сока, например, морковочку, там, бурячок, тыквочку, там, что, сельдерей вообще тоже очень классный. Конечно, очень классно овощные соки пить. Вот. Ну, или фруктовые. В крайнем случае, можете попить яблочный сок. Он будет немножко размечать содержание желчного пузыря и способствовать выводу желчи. Вот. Дальше. Вечером можно суп-пюре из тыквы или суп-пюре, там, из того же сельдерея или из кабачка. Вот. Можно посыпать какими-то семечками его. Вот. Ну, в общем, я надеюсь, что вы будете со мной делиться вашими рецептами полезными. И я буду делиться своими открытиями какими-то, потому что в этом году, конечно, я много готовила больше, наверное, чем за всю свою жизнь, поэтому очень многое узнала. Дальше. Если вы хотите чуть лучше очистить организм, чуть как бы более экстремально, на самом деле, это не экстремальные советы, которые я сейчас вам посоветую, вы можете употреблять отруби. Очень классно сейчас пойдут циквенные отруби, потому что они противопаразитарные. Так, значит, сейчас я, Ксюша, скажу про протеиновые коктейли. Вот. Значит, мы добавляем отруби, и они будут, знаете, как такой йоджик и сорбент одновременно впитывать токсины и выводить их. Значит, можно амарант. Амаранты, это такая культура очень-очень классная. Я покупала амарантовые отруби тоже на рыночке, вот у таких вот женщин, которые стоят с семечками и продают такие масла и отруби. И, значит, они способствуют замедлению росту всяких опухолей. Вот. То есть там в амаранте такое количество белка, как в мясе, например. Поэтому отруби вообще очень классные. Амаранты я даже сюда привезла, потому что здесь такие не продаются. Вот. Из грецкого ореха отруби будут повышать иммунитет, там много витаминок всяких. Льняные отруби, вообще все льняные продукты, их очень классно употреблять женщинам, потому что они способствуют гармонизации гормональной системы женской. У них там естественный вот этот эстроген, вот, поэтому лен можно добавлять куда угодно, в любом количестве, ну, конечно, не в суперлюбом, а там по столовой ложке в день запросто. Дальше. Можно подключить утром большое количество воды, то есть вы упиваете, например, не один стакан воды, а два стакана воды, добавляете туда половину лимона, куркуму, например, можно добавить, можно даже чуть-чуть имбиря, но, как бы, имбирь надо с ним осторожнее, потому что он очень, как бы, разжигает пищеварение, и после этого у вас может быть такое состояние голода, вот, поэтому вот лен, куркума, это такие абсолютно гармоничные женские добавки, которые стоят копейки, а эффект от них очень крутой. Из куркумы здесь, ну, и у нас в Украине тоже продается очень дорогой препарат, куркумин называется, то есть это какая-то выжимка из куркумы, и на самом деле если вы будете по пол чайной ложки заливать кипяточком и выпивать куркуму, даже можно вот такой чаечек делать, лимон, куркума, имбирь, вот, вы тоже очень своему организму поможете, но это именно для женщин, лен и куркума. Дальше, можно в зависимости от ваших целей пить разные травяные сборы, то есть, например, сейчас пошла молодая крапива, я ее нарвала в полнолуние очень много, поставила в холодильник, и вам рекомендую это тоже сделать, и утром вы берете, кладете там, ну, такую жменьку крапивы, заливаете капиточком, настаиваете минут 20, и потом выпиваете, она очень богата железом, и помогает разжижать кровь, вот, и вы пьете две недели, потом делаете две недели перерыв, и потом снова две недели пьете, это тоже может быть ваше утреннее питье, например, шиповник, он будет помогать почистить печень, то есть, если вы будете утром выпивать, например, там, стакан заваренного шиповника, но вы его завариваете на ночь, там, в термос, например, чтобы он настоялся, вот, то надо вам не делать никаких чисток печени, он и так способствует расширению желчевыводящих протоков, а если вы еще в это время, там, перед этим недельку апельсиновый яблочный сок, вот, будет вообще очень-очень классная помощь организму, дальше, ну, кто хочет чуть-чуть поэкстремальнее, есть такие штуки, драконов чай, это чебрец, шалфей, ромашка и полынь, вот, это уже более такие противопаразитарные штуки, тройчатка, это полынь, пижма, гвоздика, то есть, эти сборы можно приготовить самим, вот, и употреблять их, есть декарис, это вы тоже знаете, можно купить в аптеке, пропить три дня, вот, ну, там есть своя инструкция, как ее пить, то есть, надо несколько, через несколько дней повторить это, вот, это вы уже в инструкции можете почитать, вот, но вы себя можете, себе сами свою систему можете отстроить, в зависимости от ваших потребностей, как бы, то есть, очень-очень-очень много способов, я придерживаюсь все-таки того, что самое простое, оно самое эффективное, то есть, если вы будете просто следовать сбалансированному, раздельному питанию, не отступая, там, шаг влево, шаг вправо, на 80%, то есть, на 20% можно ходить налево или направо, вот, то есть, организм с 20% нарушений может справиться, то есть, суббота и воскресенье выходные, вот, но за 5 дней в неделю вы такую себе, да, и тебе, Ксюша, классного вечера, хорошо, мы будем рады твоему участию, до встречи, дальше, вот, и ваше домашнее задание будет написать, какой диету вы будете следовать, так, я же это все проверю, мне интересно все будет, вот, Алла, например, недавно, сегодня буквально отправила мне ссылку на очищение с помощью проростков пшеницы, я тоже опубликую эту ссылку, вот, и вы можете попробовать, вот, но, как бы, судя по моему 15-летнему опыту, то, что самое простое работает лучше всего, однозначно, и бывают такие штуки, что, когда мы чего-то жестко придерживаемся, ставим себя в какие-то жесткие рамки, мы потом, как бы, себя награждаем чем-то, то есть, ну, я же, типа, три недели, там, или 40 дней соблюдала пост, значит, вот, сейчас можно, как бы, себя побаловать, и поэтому я рекомендую все-таки не делать вот таких вот горок, а просто сформировать новые, какие-то стабильные, уже устоявшиеся привычки на всю жизнь, как бы, не на три недели, а на все время, я рекомендую вот такие цели ставить, потому что все-таки вот эти горки, они очень влияют на женщину, знаете, когда там женщина худеет, поправляться, худеет, поправляться, у нее кожа растягивается, это еще так же происходит, там, ну, и с нервной системой, и с, ну, то есть, если мы, как бы, сильно много себя заставляем что-то делать, мы будем себя, как бы, пытаться чем-то наградить, а лучше все-таки какой-то срединный путь выбрать, вот, ну, и значит, если вы хотите еще чуть более, если вы чувствуете, что вы готовы поставить себя в более какие-то серьезные рамки, но вы должны быть к этому действительно готовы психологически, то есть, у вас должен быть сто процентов такой настрой, вы можете сделать очищение ренисом, например, можете сделать разгрузочные дни какие-то себе там на гречке, это может быть там весь день вы едите гречку, или весь день вы едите какой-то овощной салат, или весь день вы едите хичади, хичади это такая кашка, можно сказать, это индийский рис, индийский горошек зеленый дал, сваренный вместе с рисом, вот, то есть, он тоже очень классно очищает организм, он как бы и питает, с одной стороны, дает и белок, и углеводы, а с другой стороны, помогает, как бы, не чувствовать голода и очищаться, потому что рис очень сильный сорбент, вот, то есть, вы можете выбрать аюрведическое очищение, когда вы там пьете слабительные препараты какие-то, вот, и, если вы уже знакомы с какой-то системой, которой вы хотите придерживаться, тоже напишите это в домашнем задании, вот, и, ну, очищение рисом, все знают такую, наверное, известную десятидневную чистку рисовую, когда 10 дней только кушают рис и зеленый чай, вот, я не ее имею в виду, вот, я имею в виду рисовое очищение, когда вы по утрам встаете и кушаете две ложки риса, то есть, там, вы знаете, это уже еще мне мама рассказывала, что эту чистку 30 лет назад, она уже знала, вот, то есть, вы замачиваете рис, там, в течение четырех дней варите его, вот, промываете каждый день и съедаете эти две ложки риса утром, потом, потом четыре часа ничего не едите и не пьете, в это время рис в себя очень много всего абсорбирует и и помогает очистить организм, вот, очень много людей, конечно, худеет с помощью этой чистки, вот, и я, в частности, для себя его тоже выбрала, поэтому присоединяйтесь, я буду очень рада, мне это даст больше сил и уверенности в себе, вот, и я тогда жду от вас ваших вариантов. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, напишите, и напишите, пожалуйста, тоже, я просто хочу посмотреть, кто сейчас со мной на связи, выбрали ли вы для себя какой-то вариант очищения, все ли понятно или есть смысл что-то рассказать поподробнее. Так, ну, понятно, все где-то отвлекаются, но если вы напишите, я буду рада ответить, понятно. Хорошо, отлично, спасибо, Наташа. Но если будут появляться вопросы, пишите, отлично. Поехали дальше. Так, ага, к рисовой чистке вообще готовится, ну, как, надо, но и не надо. значит, рис берет, берете, покупаете рис, желательно, не шлифованный, замачиваете две ложки риса в баночке, пишете, баночка номер один, промываете каждый день в течение четырех дней, еще трех, вернее, то есть на пятый день вы просыпаетесь и варите эту первую баночку риса, на второй день вы замачиваете еще одну баночку, на третью еще одну баночку, на четвертую еще одну баночку, то есть у вас получаются четыре баночки риса, я вам свои тоже сфоткаю, покажу, вот, и каждый день вы просыпаетесь, утром варите рис и промываете остальные три баночки, потом снова насыпаете две ложки риса, замачиваете, переставляете первую баночку в конец, то есть она получается четвертой, и снова как бы промыли, поставили, на следующий день проснулись, промыли, отварили, и я эту чистку более подробно тоже выложу, потому что на самом деле там есть несколько нюансов, так как рис, он очень вымывает кальций, и нужно еще какое-то, чтобы было средство пополнения кальция в организме, и там есть в описании несколько советов, поэтому если вы подключитесь, то обязательно следуйте этим советам, и готовиться не надо, ну только вот замочить рис, для меня это был прям такой ритуал целый, там 4 дня эта водичка меняется, очень как бы помогает настроиться. Значит, Наташа, вы тогда посмотрите в записи, запись я вышлю вот там буквально через час, вот, по поводу холодильника я тоже не поняла, это, наверное, про рисовую чистку, вот, и описание ее я вышлю. Вот, по поводу отруби, это вообще очень классная штука, ее можно есть хоть весь год там, потому что отруби можно менять, то есть отруби бывают и льняные, и тыквенные, и амарантовые, и грецкого ореха, и конопляные, в общем, каких только они бывают, и в зависимости от вашей цели вы можете выбрать разные отруби, я чаще всего беру или, например, льняные, или тыквенные, вот, а еще можно расторопшу взять, расторопша очень классно помогает почистить печень, и их можно употреблять просто ложку отрубей, запить водой, то есть можно точно так же утром, вот, вместо риса, ну, там, за полчаса, за час, за два часа до еды, там, как вы уже, можно просто даже в еду добавить, в любом случае они будут свое дело делать, вот, но они не, но они как бы там внутри раздуваются, и чуть-чуть живот раздувает, поэтому многие женщины любят принимать их на ночь, то есть, чтобы, как бы, это было незаметно, тогда вам рекомендован, вам гарантирован прекрасный стул утром, если вы вечером, как бы, сидите, там, одну ложечку отрубей, одну такую большую чайную ложку отрубей, и запьете водичкой перед сном, очень-очень классно организм может почиститься. Дальше, можно так же их употреблять с кисломолочными продуктами, часто очень рекомендуют добавлять, там, с кефиром, но, например, асторопша, она такая горьковатая, поэтому ее не очень классно, там, употреблять, как еду, вот, или добавлять куда-то, а тыква, например, грецкий орех, они как раз очень классно, вот, и можно так же мужу куда-то там подсыпать втихаря, вот. Дальше, чистка почек, очень-очень классно, то, что я делаю тоже два раза в год регулярно, это просто заварить лен, взять, там, столовую ложку льна, заварить на час, и потом процедить через ситочку, вот так, ну, помогая пройти вот той слизи, которую лен отдаст с помощью кипятка. И этот лен вы выпиваете отдельно от еды, и, конечно, через часик там вы будете немножко бегать в туалет, потому что почки заработают хорошо, но это будет очень-очень тоже классное подспорье, особенно сейчас, когда было много холода, очень будет хорошо поддержать вот таким вот образом почки. И я тоже рекомендую попить две недели, сделать перерывы, снова две недели. Конечно, это кажется как бы много, там, и крапива, и шиповник, и этот лен, но это же всего на три недели, ну, и вы можете выбрать себе что-то одно, то есть как бы одного уже будет достаточно, это будет такой момент самоорганизации, и, как я уже сказала, уже одного раздельного сбалансированного питания будет достаточно. Вот, так, дальше. Если вопросы у вас какие-то, пишите. Не, рис я брала просто нешлифованный, рис, в принципе, можно любой, вот. Вот, ну, вот для чистки, когда кушать только один рис, 10 дней, там рекомендуют брать круглый, а для этой чистки, в принципе, можно любой брать, ну, я как бы считаю, что лучше нешлифованный, а нешлифованный он не круглый, поэтому, ну, тут такое же. Хотя круглый рис, он как сорбент работает, наверное, лучше. Вот, но можно любой. Так, если ещё есть вопросы, пишите. Дальше, 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 дальше. Значит, это часть нашего очищения, которая называлась питание, диета, очищение организма. А теперь физические упражнения, которые вторая, не менее главная часть всего курса. Значит, первое, что я рекомендую делать, это упражнение для массажа внутренних органов. Это, у меня есть записанное видео, вы все его знаете, и, возможно, я успею записать новое. Когда мы там впячиваем, впячиваем живот, сжимаем там мышцы живота, делаем самомассаж, там делаем майорасану, даже когда мы стоим на локтях, если вы помните. Вот, и этот массаж живота, вообще рекомендую его делать не только в течение курса, но вообще каждый день, он занимает там 3 минуты, но эффект от него потрясающий. То есть вы можете взять себе такую привычку, как чистить зубы, например. Да, да, отличный этот массаж, просто я его делаю минимум раза 3 в неделю, и очень рекомендую именно вот в рамках курса обязательно его делать. Я это видео вам вышлю, напомню, вот, и кто уже знаком, включайте там по 3 минуты, выпивайте водичку и пошли болтать животиком. Это очень-очень поможет очищению организма. Дальше, разминка. Ну, конечно, телу захочется тянуться, как бы, вы там махаете руками, ногами. Это минимум, который вы делаете, там, по минут 5-10 дней, 5-10 минут в день. Дальше. Растяжка. То есть, значит, я вам говорю по мере того, сколько у вас есть времени. Если у вас есть 3 минуты, вы поболтали с животом. Если у вас там 10 минут есть, вы еще помахали руками. Если у вас есть 15 минут, вы можете еще чуть-чуть потянуться, сделать там суринамаскар, приветствие солнышка. Я вам буду отправлять видео, которые будут там от 15 минут до 45, вот, даже, может, до часа, вот, и вы можете себе их выполнять сами. Но еще в рамках нашего курса Маша, Мария Христенко, будет проводить онлайн-занятия, вот так вот по вебинару, как мы сейчас с вами общаемся. Да, обязательно, Анечка, я сброшу. И я хочу с вами посоветоваться, какие дни будут удобнее для онлайн-занятий. Я тоже буду проводить занятия на выходных пока, просто я бы хотела, конечно, каждый день проводить, но сейчас условия не располагают, поэтому у нас очень маленькая комната, в которой мы живем. И единственное время, когда я могу проводить, это 7 утра по Киеву, а по Амстердаму это 6 утра. И в это время мой любимый как раз спит, и в этой одной комнатке я его буду будить. Поэтому я буду отправлять вам видеозаписи и проводить занятия на выходных. Вот, и в течение недели я тоже буду отправлять видеозаписи, но если вы хотите, Маша будет с большой радостью проводить занятия по Skype или по вебинарной комнате. Напишите плюсики, если вы хотите. Ну, Маша, Мария Христенко, вы же ее знаете, это замечательный человечек, очень вдохновляющий, отлично. Тогда скажите еще такое, когда лучше? Понедельник, среда, пятница или вторник, четверг? Ну, и плюс я еще на выходных буду в любом случае проводить. Давайте сначала понедельник, среда, пятница. Ну, напишите, как бы, когда лучше. Или вторник, четверг и там выходной. Ну, выходной в любом случае. Напишите просто, когда вам удобней. Вторник, четверг, суббота. Да, вот мне тоже кажется, что все-таки понедельник встать пораньше как-то сложнее. Хара, понедельник, среда. Короче, каждый день. Я тоже очень хочу проводить занятия. Уже с нового года я еще делала рассылку. Вот, и я скоро, надеюсь, буду это делать, когда мы чуть-чуть расширим наши жилищные условия. Вот. Так что очень-очень рада, что буду хотя бы по выходных. Дальше, 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 дальше. Хорошо. Значит, понедельник, понедельник, четверг даже. Ну, окей. Ну, в любом случае, будут записи и Машиных занятий выложены, поэтому вы можете заниматься в своем режиме. Но, конечно, знаете, когда встаешь в 7 утра, занимаешься с девочками, настраиваешься, это по-другому. Я даже сама буду вставать и заниматься с вами. Дальше. Поехали. А, это было, сори. Вот. И последний пункт, самый приятный нашего вебинара. Значит, я недавно смотрела вебинар моего учителя по йоге Вячеслава Снывнова, и он очень красиво описал, как работает наша система. То есть, он сказал так, что есть три состояния, в котором человек может находиться. То есть, это, как бы, он взял из сферы психологии, он очень много учится. И я думаю, что вы хорошо меня поймете. Значит, есть три состояния. Сон, бодрствование и состояние медитации. Как бы, как он назвал транс, оно, это не тот транс, который на пати, вот, а транс, который мы входим осознанно. Вот. И, значит, состояние осознанности мы входим, естественно, когда просыпаемся. Я имею в виду осознанности в плане, ну, простой жизнедеятельности. Состояние сна мы тоже входим, естественно, когда очень устаём, когда ложимся спать. Вот. А состояние транса, если мы не входим осознанно, мы туда попадаем в любом случае. Но тогда это называется, то, что, как говорят, тупить. Вот. То есть мы просто выпадаем. И чтобы вот такого не происходило, нам необходимо хотя бы 10 минут в день отключать осознанно состояние, чтобы это было ни бодрствование, ни сон. То есть что-то посредине. Когда наша голова свободна от мыслей, но находится в ясности. И есть определённые способы, с помощью которых мы можем войти в это состояние. Это может быть шавасана, осознанное расслабление. Это может быть специальное дыхание, когда вы выбираете определённый ритм дыхания и следуете ему в течение 10 минут, например. От 5 до 15, даже, ну, там, 20 минут. Упражнения «Соматика» и «Фильденкрайс». Вы с ними, большинство из вас знакомы. Я на них тоже сброшу ссылки. Краниосакральная терапия. Но это надо выполнять в парах или ходить там на приём кому-то, или если у вас есть знакомые, родственники, которые это делают, можно это подключать. Вот, например, я своему парню делаю это тоже минимум раза 3 в неделю. Он пока мне не делает, поэтому мне приходится осознанно расслабляться, дышать и как-то самой уже туда входить. Дальше. Массаж можно делать или ходить на массаж. Вот, сауна. Очень сильно расслабляет. Аутотренинг. Это когда там какая-то запись, вам говорят, расслабьте там ручку, ножку, ещё что-то. Ну, то есть, когда вам начитывают. Это очень похоже на шаваса, но просто называется по-другому, как с современным психологическим, может, языком. Вот. Хемисинхронизация мозга. Это очень замечательная программа, которую я сама тоже часто использовала, очень многим рекомендую. Это такая программа, записанная на полчаса, где звучит волна, типа как з-з-з-з, и эта волна соответствует активности нашего мозга в таком активном режиме, потом она постепенно понижается, в это время вам говорят там, вы расслабляетесь, и волна постепенно вас вводит в сон, вот, и это происходит где-то в течение там 20 минут, и потом последние 5 минут вас из этого сна выводят, повышая волну, то есть снизу она так начинает, ну, как бы я эту ссылку тоже вышлю, если у вас есть такая возможность хотя бы, ну, как бы нет возможности спать, например, полноценно, то обязательно надо в течение дня расслабляться, и вот эта штука очень может быть полезной, если вы не можете сами себя осознанно ввести в состояние расслабления, вот, то же самое делает метод Сильва, мне сейчас нравится больше метод Сильва, хотя несколько лет я, назад я пользовалась хемосинхронизацией мозга этой записью, вот, но в методе Сильва мне нравится то, что они говорят, например, сейчас мой голос утихнет на 5 минут, один час времени пройдет за это время, ну, то есть они как бы программируют вас так, что за 5 минут вы расслабляетесь как за час, вот, и вы попробуйте, какая запись вам больше подойдет, вот, вот, и той записью можете пользоваться, вот, я это очень-очень рекомендую делать, если вы не можете делать это в течение дня, вы можете делать это перед сном, то есть вы ложитесь и просто осознанно расслабляетесь, вводите из себя расслабление, есть также мои записи, я их тоже выложу, и вот эти записи, которые я рекомендую, на самом деле я считаю, что они очень классные, там все это записано на специально подобранный звук, то есть это люди-профессионалы, которые занимаются только этим, и я реально рекомендую это. Так, дальше поехали. Ну, домашнее задание. Первое, это 5 целей, то есть вы их уже написали, но я думаю, может, вы хотите их пересмотреть и написать еще раз. И, конечно, если вы напишите их ВКонтакте, я создам ссылочку, там есть такой опросник, как бы, где мы пишем актуальные вопросы, я сброшу вам эту ссылку, и если вы выложите цели там, вы как бы выложите их, и все смогут их почитать, я думаю, что ваша ответственность по поводу их реализации увеличится, поэтому обязательно это сделайте. И вы тем самым вдохновите других, то есть, Наташа, меня твоя цель по поводу Ниагарского водопада очень-очень вдохновила, вот, поэтому, девчонки, ставьте самые-самые ваши заветные цели, мечты, вы правда волшебницы, особенно в таком коллективе, как сейчас у нас, это просто происходят чудеса. Я очень-очень рада, что мне повезло проходить этот курс с вами, проводить его, вот, поэтому спасибо вам за такие цели, Наташа, вот, и за такую поддержку. Дальше, напишите или продумайте, просто, если вы не хотите, нету времени писать, или вам не надо писать, вы просто для себя решите, и так и будете следовать, какой диете вы будете следовать в ближайшие, там, 3 недели, например, то есть, вы пишете, минимум я буду соблюдать вот такой вот режим, то есть, например, там, я буду есть рис по утрам, там, рыбку с салатиком днём и вечером шрот. Вот, 100% это, может быть, ещё там добавлю пару, то есть, это, например, я сказал максимум, на самом деле это был максимум, 100% это вы там добавляете ещё какие-то фрукты, а минимум это вы просто исключаете мясо. То есть, напишите, что минимально вы будете делать, что вы будете делать, вот, как реально вы это видите, и как вы по максимуму это будете делать, если у вас такая будет возможность, на то будут силы, и планеты будут стоять в правильном положении. Понятно я объяснила? Так, ну, надеюсь, что понятно, если непонятно, пишите вопросы, причём пишите не только в чате сейчас, пишите вконтакте, пишите мне на e-mail, в общем, я буду на связи, и чем больше вы будете писать, тем больше я буду радоваться, вот, мне очень приятно с вами общаться. Дальше. Продумайте ваши аффирмации и напишите их, разместите их на видных местах, читайте, подговаривайте, перед сном и после пробуждения обязательно, а то и чаще. Я в прошлом году рассказывала историю, когда я читала книгу о благодарности, которая называется «Магия», когда мы проявляем благодарность за то, что у нас уже есть, и таким образом притягиваем это в свою жизнь, и там вот на 30 дней расписано, за что надо проявлять благодарность. Так вот, когда я проявляла свою благодарность за материальное благополучие, на следующий день мне, можно сказать, подарили тысячу евро, ну, там, может, чуть меньше, я уже точно не помню, но около тысячи евро, ну, не то чтобы подарили, а заплатили, хотя не собирались платить. Вот, и я вам хочу сказать, что вот то, что мы, ну, как бы настраиваемся определенным образом, это как магнит работает, то есть мы излучаем, и магнитом автоматически к себе это притягиваем, поэтому пишите ваши аффирмации, благодарите мир за то, что он помогает вам, поддерживает, поддерживает и ведет вот туда, куда вы стремитесь, и вы дойдете туда значительно быстрее. Вот, и вот как раз, когда мы пробуждаемся и ложимся спать, мы находимся вот в этом состоянии транса, когда мы можем легко запрограммировать свое подсознание на определенную деятельность, и если вы будете ваши аффирмации читать и проговаривать именно в это время, вы, как бы, будете весь день проживать сквозь призму вашей цели, то есть вы уже подсознательно будете все действия направлять вот в ту сторону. Дальше, то есть если вы скажете, например, я, там, выгляжу отлично, у меня идеальный вес, я абсолютно здорова, то в течение дня ваши действия будут направлены именно на достижение этой цели. Вот, проверьте, потом мне расскажете. Ну, я знаю, что вы уже знаете, что это работает, так что будем работать вместе дальше. Ну, и практика. Я очень рекомендую написать ваши личные задачи и техники, с помощью которых вы их хотите достигнуть. То есть, например, вы там хотите укрепить пресс, например, или сделать здоровой спину, или, там, просто улучшить работу желудочно-кишечного тракта. Напишите ваши цели и каким образом, с помощью каких практик вы можете их достичь. Потому что, на самом деле, на практику, вот, вы писали, заполняли анкету, большинство есть всего, там, 30-60 минут в день. За эти 30-60 минут надо успеть так много. Мы же женщины, поэтому, как бы, нам надо очень много успеть. И, если вы поставите себе цель, вот, например, там, сейчас я хочу, там, укрепить свои руки, или, например, растянуть ноги, то в течение, как бы, этих дней вы будете делать определенные практики, которые вам помогут этого достичь. Естественно, что у нас будут гармонизирующие, такие сбалансированные тренировки со мной, с Машей, которые просто, вот, тело будут, как бы, будить, разминать, растягивать. Но, если у вас есть какие-то определенные цели, обязательно их напишите. И выложите ВКонтакте, или просто, ну, там, заполните анкету. Вот я вам отправлю такую же анкету, которую я отправляла для регистрации на курс. Вот, чтобы я могла тоже ориентироваться, какие практики нам лучше делать. Хорошо? Так, я знаю, что хорошо, что все мы большие молодцы. Так, дальше. Это такое маленькое задание на сегодня. А завтра я уже пришлю вам более большое задание с анкетой, с физическими упражнениями. И будем уже чуть больше заниматься. А сегодня просто вот такой наступительный вебинар. И так, я вам очень благодарна за участие. Желаю вам больших-больших успехов. Вы большие-большие умнички. С любовью это я. И я еще хочу рассказать, что будет у нас в следующем вебинаре. Значит, в следующем вебинаре я расскажу, как устроен организм женщины и способы его балансировать. То есть, я немножко расскажу об анатомии и физиологии. Расскажу немножко о том, что можно делать везде. Это гимнастика интимных мышц. Мы уже об этом говорили, но никогда не поздно напомнить. Я расскажу чуть больше, потому что за этот год немножко, ну, не немножко, а много это практиковала, изучала. Вот. Гимнастика для лица. Мы попросим Машу провести нам занятия, потому что с твоей Наташей подачей нам Маша занималась этим, насколько я знаю. Вот. И очень хорошую книгу мне посоветовала Марина, которая тоже участвует в нашем курсе. Спасибо, Мариночка. Как избавиться от лишнего в жизни. Вот. И это мы делали в прошлом году тоже. Это касается не только обид и какого-то внутреннего состояния, но также и в квартире. То есть, как организовать свою жизнь таким образом, чтобы было больше времени на то, что хочется. Ну, и я чуть больше расскажу о благодарности. Вот. Следующий вебинар будет, скорее всего, в пятницу. Если я успею подготовить его раньше, тогда в среду. Он, конечно же, будет тоже в записи, и вы сможете его посмотреть, если вы не сможете участвовать лично. Но я, конечно, буду очень рада вашему участию личному. Поэтому постараюсь, постарайтесь, пожалуйста, участвовать. Вот. И я хочу сейчас уже заканчивать. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, напишите. Напишите, готовы ли вы участвовать. Да, книга благодарности – это Ронда Берн. Она, по-моему, тоже выложена ВКонтакте. Если нет, я её выложу обязательно. Вот. И я вам тоже очень-очень благодарна. Я так соскучилась вообще. Обязательно в августе приеду, проведу семинар. Значит, я тоже планирую провести занятия на природе. Вот. Буду стараться сейчас тоже что-то больше проводить, потому что очень-очень скучаю. И вот очень рада, что моя сестричка тоже сейчас подключилась участвовать. И да, спасибо, Ира. Вам всем лёгкости в достижении поставленных целей. Всё. Тогда сейчас я делаю запись вебинара. Её вам высылаю. Кому надо прояснить какие-то вопросы, может, вы что-то не поняли, лучше писать в группе ВКонтакте. Да, если беременность – это очень хорошая новость. Я поздравляю, Олечка. Это я правильно поняла? Значит, если беременность, нужно есть мясо. Да, нужно есть красное... Не красное мясо, а телятину надо кушать, чтобы был в норме гемоглобин. Ну, как бы это моё мнение. Может, есть другие мнения, когда говорят, что там на сыроедении прошла вся беременность, и очень-очень как бы легко всё прошло. Но по моему опыту, что вот то, что я говорила о простом сбалансированном питании, это, ну, самое как бы эффективное. И, да, Олечка, тебе легко-легко, чтобы всё прошло. Напиши, пожалуйста, поподробнее, ну, какое у тебя состояние, там, какой месяц. Не можешь есть мясо. Да, у тебя, значит, организм всё отлично чувствует. А ты можешь есть рыбу. Если ты можешь есть рыбу, то этого достаточно. Главное, чтобы у тебя достаточно было белка, потому что из белка строятся ткани организма, и не только твоего. Вот. То есть, если ты не ешь мясо, не ешь рыбу, ты просто следи, чтобы у тебя в рационе были бобовые, чтобы было много зелени, чтобы было много круп. А крупы бери гречку, кукурузу, пшено, ну, рис, естественно. А какие у нас ещё крупы есть? Ну, я покупаю здесь ещё киноа, но она достаточно дорогая в Украине. Она здесь дорогая, ну, просто здесь всё дорогое. Она стоит точно так же, как гречка, поэтому тут как бы удобно. Ну, то есть, главное, чтобы, даже если ты там каждый день будешь кушать гречку, и рис, и зелень, и добавлять какой-то дал, то, ну, дал, там, чечевица. Чечевицы, вот у меня сейчас дома только три вида, потому что я тоже стараюсь как бы больше вегетарианской еды. Вот, то этого будет достаточно. Как бы, ну, тебе лучше не исключать тогда, например, творожок, лучше, ну, не исключать фрукты, наверное, пить водичку обязательно. И самое главное, чувствовать своё тело, вот, прислушиваться к нему. Ну, конечно, алкоголь, кофе и сладости, хотя бывает сладкое, я знаю, как хочется, когда гормоны скачут даже в месячные, а с беременностью ещё, наверное, больше. Очень сложно, но, как бы, себя не насиловать сильно, чтобы всё в удовольствии, но всё-таки заменять сладости, как бы, полезными сладостями. Ну, ты сама знаешь, что это может быть, там, какие-то шарики сухофруктов с орехами, вот, или сладкие фрукты, или, ну, даже домашнюю выпечку можно делать, но брать вместо сахара, например, стевию. Вот, и, в общем, пиши, как у тебя всё проходит, я очень-очень-очень рада за тебя. Вот, я ответила на вопрос. Я ещё тебе тоже напишу, потому что я, честно говоря, не была готова к этому вопросу, и, наверное, ты мне можешь даже больше рассказать, чем я тебе, потому что у меня ещё этого опыта не было. Вот, но я буду с твоей помощью учиться и делиться, ну, тому, что я научусь. Вот, а пока что спасибо вам тоже, благодарю-благодарю вас очень-очень, очень-очень рада была провести этот вебинар, и очень рада началу нашего курса. И сейчас я хочу сделать последний штрих для всех участниц. Если вы отвлечены где-то чем-то, пожалуйста, сядьте буквально на две минуты, я тоже сейчас закрою дверь, чтобы мне не мешало ничего. вот, у нас сейчас как раз закат, это самое лучшее время для практики, это, как мне нравится, такое сравнение, щель между мирами, и у вас, наверное, тоже, да, закат сейчас где-то там плюс-минус, солнышко или зашло, или заходит только. вот, напишите вы здесь или нет, потому что я хочу сделать одну с вами маленькую медитацию, маленькую, но очень-очень важную. да, хорошо, мы сейчас все вместе, просто почувствуйте, что, ну, нас сколько, где-то восемь человек, да, тут, уже темно, а у вас уже темно, о, у вас сумерки вообще, ещё лучше, чем закат, это ещё прям дверь, не щель, а дверь между мирами, вот, в это время очень-очень классно слушать себя, и я вам хочу предложить сейчас закрыть глазки и почувствовать всех, кто с нами сейчас рядом, хотя мы находимся на расстоянии, но расстояния нет. Представьте, что мы все стоим в кругу и держимся за руки. Это очень-очень сильно, когда женщины становятся в круг, уже этого достаточно, чтобы усилить энергию, и те, кто смотрят сейчас, сейчас в записи это видео, это будет немножко позже, но на самом деле времени нет, просто представьте, что вы тоже с нами в кругу, что это очень сильно, это энергия, которая вынесет, поможет вам выйти туда, куда вы двигаетесь, почувствуйте, как много сил и солнышка, и просто все силы природы, весны, земли помогают нам, вселенная, все ваши ангелы-хранители, учителя, все светлые силы помогают нам каждый день. И представьте сейчас себя через три недели или через три месяца, как вам угодно. Главное, представьте, куда вы идёте, какая вы, как вы себя чувствуете, какая у вас улыбка на лице, как у вас горят глазки, какая вы счастливая, здоровая женщина. Представьте, в чём вы одеты, как вы чувствуете себя в каждой сфере вашей жизни. Здоровое тело, чистая кожа, идеальный вес, любимая работа, любимый мужчина, семья гармонична. Вы всё успеваете. Вы успеваете не только помочь другим, но и позаботиться о себе, гармонично устраивая жизнь, и пуская в неё только то, что нужно. Представьте себя окружённой любимыми людьми, радугами, солнечными лучиками, цветами, пением птичек, женщина, которой хватает сил на всё. И скажите себе «Да будет так!» И откройте глазки «Да будет так!» Спасибо вам большое! Я желаю, чтобы вы пришли именно туда, куда вы сейчас представили, и оно так и будет, я в этом уверена. Да будет так! Всё, я вас обнимаю крепко-крепко, и желаю вам сил и времени, и вдохновения на то, чтобы прийти туда, куда вы идёте. У вас есть огромная поддержка, вы её чувствовали сейчас, как минимум 20 таких же женщин, вдохновлённых, целеустремлённых. Вот. И мы остаёмся на связи. Я где-то в течение часа вам отправляю письмо с записью, с домашним заданием. И каждый день вы будете получать задания. И тоже пишите в ВКонтакте рецепты, посты, свои фотографии, успехи или неуспехи. Делитесь всем! Всё! Я вас люблю! Желаю хорошего вечера! И крепко-крепко обнимаю! Сейчас я попробую поставить ещё раз то, что хотела поставить, если получится. Может, и нет. Да, не получается поставить, к сожалению, поэтому буду публиковать ссылочки ВКонтакте. Всё! До встречи! По поводу следующего вебинара я тоже вам вышлю информацию в понедельник. ВОЛНИТО! До встречи! До встречи! До встречи! До встречи! Продолжение следует...